У меня в гостях сегодня Ирина Исаева. Тема наша звучит «Вина как комплекс всемогущества». Наверное, сейчас многие подумают, что какая-то запинка, что-то явно тут намешали, и, может быть, хотя бы из интереса останутся с нами послушать. Тема «Правда, расширяющее сознание» для, мне кажется, всех, кто напрямую с психологией в своей жизни не связан. Я помню свои чувства, самые-самые разные на модуле, когда мы проходили «Вину», и как следствие вот этого чувства величества такого. Что такое чувство вины вообще, Ирина? Расскажи, пожалуйста. Да, Вероника, рада тебя приветствовать, всех наших слушателей. И мне очень ценно и приятно сегодня обсудить эту тему, потому что, на самом деле, она очень важна. Потому что мы часто не осознаём бытовым взглядом, насколько разрушительным и токсичным бывает чувство вины. Мне важно сразу как-то пояснить, рассказать о том, что чувство вины и стыда – это чувство второго порядка. Мы с ними не рождаемся. Мы рождаемся с инстинктами, инстинкт влечения, инстинкт самосохранения и так далее. И чувство вины и стыда нам прививаются социумом или значимыми взрослыми для того, чтобы нас регулировать, воспитывать, ну, то есть, по сути, нами управлять. Но почему эти чувства необходимы нам? Потому что они являются регуляторами вседозволенности. То есть, чтобы нам не превратиться в тех, кто хочет на ручки водки убивать, то нам, в общем-то, какая-то регулировка необходима. Но очень часто эти чувства настолько заполняют человека, что они уже становятся не просто регуляторами вседозволенности, а превращаются в токсичные проявления, которые очень сильно портят жизнь. Собственно, почему животные живут и радуются жизни? Потому что ни жираф, ни кошка не испытывают чувства вины и стыда. Они не регулируются этими проявлениями. Поэтому они могут наслаждаться жизнью порой намного ярче и сильнее, чем мы. Да, эти чувства правда супер влияют на качество жизни. И я тут думаю, что несогласных не будет в этом утверждении. И мне важно здесь отметить, что если мы переполнены вот этим уже токсичным проявлением вины, разрушающим, то мы можем превратиться в овцу, который волк перед тем, как её съесть, говорит, что виновата в том, что я хочу кушать. Вау, какая метафора! Да, то есть мы попадаем через вот эту токсичную вину в вективную, жертвенную позицию. И что важно здесь отметить? То, что чувство вины переживается нами как состояние. То, что я плохая, я никчёмная, я какая-то не такая, я ничтожная. И если мы испытываем то, что я во всём виноват, то, соответственно, виноватый у нас в чём нуждается? Он заслуживает наказания. И в этом случае люди привозят к себе в жизнь различные деструктивные проявления. То есть это могут быть травматизация вся, какие-то вредящие проявления, самоповреждающие все проявления. Вот это всё на самом деле отработка чувства вины. И поэтому, если вдруг вам захотелось выкурить 5 пачек сигарет в день или выпить 4 бутылки вина, то это конкретное причинение себе ущерба. Это злость, обращённая на себя. Это атака себя, так называемый медленный суицид. И мне важно отметить, что перед тем, как вы, например, собираетесь себя поддержать, подбодрить, съесть 5-килограммовый тортик в одиночку или, например, ведёрко мороженого как-то осилить перед сериальчиком, то, что кажется поддерживающим, что у меня день был тяжёлый, поддержу себя вкусненьким. Но по факту нужно посмотреть, чем вы так недовольны в себе, что вас поднимает такое раздражение, такую злость, что произошло, что требует вот этого вот управляемого наказания в виде такой вот внешней поддержки, чтобы заглушить вот эту вот непереносимую плохость. На самом деле за этим всегда кроется вина. То есть расстройство пищевого поведения, зависимости. Ищите там вину, которая, в общем-то, вас охватила. Почему это так не очевидно? Почему я скажу так, не то чтобы не очевидно, может быть, это не совсем корректный вопрос. Почему так не хочется это замечать? То есть я даже на себе физически сейчас чувствую, что мне как будто бы хочется с тобой инстинктивно вступить в спор. Вот импульс такой возникает. Хотя, по большому счёту, я прекрасно понимаю, в чём ты говоришь. И не могу не присоединиться. Да, Вероника. И вот действительно это не очевидно, потому что оборотное чувство вины, у каждого чувства есть чувство двойник. И вот полярное чувство вины – это могущество. Это то, с чего ты начала. И что с нами происходит? Каким же образом мы попадаем в это могущество, которое потом по итогу вынуждает оказаться нас облитыми этой виной? И во всей красе… Я буду тебя чуть-чуть притормаживать, потому что ты говоришь очень много важных вещей, но их, может быть, слишком много на этот квадратный сантиметр. Понимаешь, о чём я? Да, да, да. Вероника, ты меня удерживаешь. Удерживаю тебя, потому что важно здесь понять, что чувство вины в какой-то момент реально начинает нас разъедать. Но делать это очень завуалированными способами. Вот то, про что ты говоришь. Ну, например, предлагать нам поведение саморазрушения. Оно же наказание. Да. Условно говоря, если так, как аксиому это озвучить, получается так, что чувство вины неминуемо сулит нам наказание. И все, каждый из нас с этим согласен. Если ты где-то напортачил, жди по шапке. Ну, жди, что за это тебе придётся отвечать. Что тебе придётся отвечать. И, в общем, правда, эта стратегия подкрепляется взрослыми с самого детства. Вот ты там что-то натворил, и вот тебе за это наказание. Вот ты там плохо что-то сделал, не знаю, там плохо поел, вот будешь лишён сладкого или что-то. И не факт, что это плохо. Мы не говорим, что это плохо. Но тут есть и обратная связь. Количество, как вот это, степени. Потому что такая стратегия, если она не подкреплена разговорами, разоблачающими вот эти ситуации, то ребёнку свойственно, в принципе, думать, что он вообще на всё влияет. Абсолютно. Абсолютно. Вот до того, как ты будешь говорить про тень. Да. Вины. Как раз вины. Я хочу чуть-чуть маленький тоже такой пример. Озвучить про то, как ребёнок годовалый или полуторагодовалый переживает и нервничает, когда мама выходит из комнаты. И он нервничает. И по мере того, сколько минут она не возвращается, это переживание нарастает, 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 нарастает. И он очень переживает, и он очень тревожится, потому что его жизнь напрямую зависит от того, вернётся она или нет. И в какой-то момент, когда она возвращается, в его сознание схлопывается. Я переживал, и мама вернулась. Если я буду переживать, мама вернётся. И вот так и зарождается это чувство всемогущества. Всемогущество, да. Я тебе передаю эстафету, чтобы теперь побольше про это говорить. Да, Вероника, вот ты замечательную вводную сказала, что называется, как ребёнок научается этой истории вот с рождения. А я приведу пример, когда ребёнок уже немного постарше, но он всё-таки ещё ребёнок. То есть очень часто так получается, что родительские фигуры из-за внешних обстоятельств, из-за просто, в принципе, непростой истории под названием «жизнь» сталкиваются с разными сложностями, с которыми они часто не умеют обходиться. И ребёнок очень часто является тем звеном, на которое обрушиваются непосильные задачи, нерешаемые вопросы, то есть какие-то вещи, которые не соответствуют его ни компетентности, ни возможностям, ни его способностям. То есть ребёнок вынужден покинуть детскую позицию и перейти во взрослую позицию, в партнёрскую, не имея для этого никаких оснований. И что происходит? Он встречается с непосильными задачами, с которыми он не может справиться. Примеры. Например, дети алкоголиков. Любимая история. Иди поговори с папой, чтобы он прекратил пить. Ну, простите, как ребёнок может повлиять на человека, чтобы он прекратил пить? На взрослого человека. Да, да. То есть это непосильное задание. Но при этом ребёнок напитывается могуществом. Потому что во взрослом возрасте дети алкоголиков или людей, которые перенесли тяжёлые болезненные разводы, или какие-то ситуации, где их жизнь была полна непредсказуемости, неожиданности. То есть они жили, как на минном поле. Они обучились вот этому могуществу, чтобы выжить, чтобы как-то повлиять. Но что самое обидное, они все, кто-то бессознательно, кто-то сознательно, искренне считали, что они могли повлиять на эту ситуацию и сделать так, чтобы папа не пил, или не бил маму, или они не ругались, или они не развились. То есть ребёнок считает себя виноватым через вот это могущество. Конечно. И, в принципе, ты говоришь про такой уже более взрослый возраст ребёнка. Я про совсем первые, скажем, шаги. И, может быть, это чуть-чуть снизит тревогу сейчас, потому что детям, в принципе, свойственно чувствовать себя всемогущими. До трёх лет они совершенно уверены, что мама принадлежит мне, и нет никого больше, кому бы она принадлежала. Этот мир для меня, я самый главный, и всё вокруг меня. Мы такими рождаемся. И, в общем, если посмотрите на ребёнка, который там в два с половиной годика строит пирамидку, и она у него не получается, у него в голову не придёт думать, что с ним что-то не так. Он будет эту пирамидку бить до последнего, что тупая пирамидка не складывается. То есть у него всегда будет направлено вовне это чувство агрессии. Но коим вина и является в итоге просто направленная на себя. Да, абсолютно верно. И вот тоже один пример приведу. Это такой маркер могущества. Когда ребёнка, например, родители наказывают, говорят, всё, отправляйся в угол. Вот там ты что-то натворил, пожалуйста, постой и подумай о своём поведении. А ребёнок считает, что наказание несправедливое, незаслуженное или несоразмерное. Он стоит в этом углу. И через какое-то время ему родитель говорит, ну всё, выходи, значит, мы тебя прощаем. А он стоит, ковыряет дырочку в обоях и думает, я вас ещё не простил. Правда, очень много на себе, на фигуры себя сконцентрировано. Вот Вирджиния Сатир как раз говорит о том, что в идеале ребёнок в возрасте около 4 лет должен пережить депрессивную фазу, когда он понимает, что я не всемогущий. Реально есть вещи, на которые я не могу влиять. По-настоящему не могу. Я не могу прыгнуть через вот эту перекладину. Я не могу влиять на то, чтобы мама с папой не поссорились. Что бы я ни делала, они всё равно ссорятся. Как бы сильно я ни хотел, но зимой не будет лето. Как бы я ни капризничала, ни страдала по этому поводу. И что бы я ни делала в связи с тем. И эта стадия депрессивная. Дети, кстати, совершенно несносные в этой депрессивной стадии. Но это очень радостный симптом, если это есть. Вот это магическое мышление, оно разрушается. И мы правда начинаем понимать, где я могу, а где я не могу. Вот до какой степени можно. И ты знаешь, Ира, я не знаю, как для тебя, но моё внимание очень сконцентрировано на том количестве взрослых людей, которые не прошли эту стадию. И они живут этим магическим мышлением. И им правда кажется, что от них зависит, ну если не всё, то в основном большая часть событий этого мира. И вот эти все учения про то, что надо очень сильно захотеть, или чтобы у тебя появился там Rolls-Royce при ничего не прогнозирующих это, там, водных, жизненных. Их нужно просто написать и положить под подушку, и там, я не знаю, сжечь на растущую луну. Это же всё продукт вот этого детского всемогущества, который на самом деле про непрошедшую депрессивную стадию, когда есть что-то, что я могу, а есть что-то, что я не могу. А есть ещё классные события, когда нам везёт, что-то классно складывается. Да, 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 это точно. Вероника, да, ты сейчас очень важно и сказала вещи. Я это дополню чуть позже, когда мы будем говорить про способы регулировки вот этого могущества и, соответственно, вины уже во взрослом возрасте, когда, ну, вот уж так всё вышло, что мы как смогли, так и не прошли эту стадию. Извини, что я вперёд убежала. Да, ну, ты абсолютно права, и твои примеры, они были очень доходчивы, я думаю, ясны и полезны нашим слушателям, поэтому это очень важно. Но вот возвращаясь, опять же, к этому могуществу, его всегда сопровождают ещё два таких вот проявления. Это сверхконтроль и ответственность. И, собственно, вот этому сверхконтролю ребёнок, который оказался перед лицом обрушившихся на него вот этих вот непосильных задач, он вынужден этому чувству обучиться, потому что он живёт в непредсказуемости, в небезопасности. Он как будто бы на минном поле, он всегда на чеку, потому что эти дети, они обычно уже потому, как открывается дверной ключ, там открывает дверной замок, они понимают, родитель пьяный или трезвый. И вот этот вот сверхконтроль, он, конечно же, очень по итогу отравляет жизнь, потому что человек всё время в напряжении. Он всё время в собранном, таком вот готовом к атаке, к чему-то неприятному состоянии. Если говорить про ответственность, то же самое. Ребёнок, находясь во всей этой неблагополучной ситуации, понимает, что если моя мама будет не ок, то и я буду не ок. Поэтому я вынужден сделать всё, чтобы моя мама как-то была рада, счастлива. Я теперь ответственен за её благополучие. И так дети напитываются, что я ответственен за всё и за всех. Это, соответственно, не даёт возможности случиться сепарации, потому что дети продолжают уже во взрослом возрасте делать всё, контролировать эту мать, а в порядке ли она, или находить в себе потом такие же эмоционально зависимые отношения и полностью зависеть вот от этого объекта. То есть один звонок, там, мамин или значимого человека, может разрушить хороший день, прекрасное настроение, какие-то планы. И держат этих людей вместе, к сожалению, уже не любовь и привязанность, а вина. Потому что если я не отвечу маме на звонок, что-то не сделаю, не побуду контейнером её тревоги, то маме будет плохо, она расстроится. А так как в детстве от этого зависела жизнь, взрослый человек научается тому, что я всё время должен всё держать под контролем и нести за всех и за всю ответственность. Ира, прости меня за сбивающий тебя вопрос. И за второе прости за 10 минут. Правда, очень интуитивный такой разговор получается. Я вынуждена тебя просить рассказать про здоровый формат. Потому что мы говорим о проблематике, мы её описываем, но тем не менее очень сложно, может быть, слушателю обнаруживать себя в этом, но не совсем понимать. А как тогда? А как иначе? И мне кажется, важным об этом сказать. Я думаю, что немного нужно обязательно пояснить, ну, собственно, почему возникает вот эта вот сепарационная проблема. Потому что ребёнок может отделиться от взрослого и пойти во взрослую зрелую жизнь, где он способен будет реализовываться, строить мужско-женские отношения, партнёрские, деловые отношения. В том случае, когда он видит, что я ухожу, а мои родители, они пара, и у них всё хорошо. Тогда я могу снять свою белую панамку, помахать им и уже её оставить и пойти во взрослую жизнь. Но если я в 18 лет, например, пытаюсь отделиться и вижу, что моя мать брошенная отцом в... Или брошенная внутри пары. Да, или брошенная внутри пары. Что очень важно иметь в виду. Ну, то есть мать не в порядке, мать в тревоге, мать в нестабильном состоянии, то куда я уйду, на кого я её оставлю? Я буду бесконечно подставлять плечо, я буду делать всё, чтобы мама как-то, чтобы её жизнь, её радость жизни вернулась, чтобы её благополучие наладилось. И это тормозит развитие человека. И самое интересное, люди превращаются вот в эти сообщающиеся сосуды, где они обвязаны вот этой пуповиной. И если они вовремя не расходятся, то они и вместе уже не могут, потому что им плохо, потому что это противоестественно. Но они не могут разойтись, потому что это сразу поднимается тревога, поднимается вот эта вот вина, которая приклеивает всех назад. И вот в этих симбиотических отношениях люди могут десятилетиями болтаться, удерживая, в общем-то, и себя, и другого. Понятно, очень. Это хорошо, хорошее пояснение, спасибо за него. Тут ещё такой момент, что тогда мы словно ждём от мамы этого сигнала, что я окей. Да. Что ты можешь идти, потому что мне ок, я справляюсь с жизнью, будучи с папой в паре, или будучи со своим увлечением в паре, или будучи в паре, я не знаю, там, с бизнесом, разное же может быть, да, вот это место партнёров в жизни женщины и мужчины может быть занято очень разным чем-то, не обязательно романтическими отношениями. Если я не получаю этот сигнал, то первый вариант – это мне, как ты сказала, болтаться вот в этих симбиотических связях, а второй вариант – всё-таки уйти и выйти замуж, но быть в вине, я правильно понимаю? Да, быть, в общем-то, вот этим вот человеком, облитым этой виной, переполненным, а, соответственно, вот этим вот могуществом. И что происходит уже во взрослом возрасте вот с этими людьми? Такие люди лёгких путей не выбирают. То есть эти люди бесконечно проигрывают свой детский сценарий и таскаются в феврале на поиски подснежников, как в сказке «12 месяцев». Вот прямо вот именно у меня такая метафора, потому что лёгкие пути нам неинтересны. Мы будем выбирать трудные, непостижимые вершины, задачи, мы будем вылетать вот в этот героизм, мы будем ходить грудью на гвозди. Если мы говорим про партнёрские отношения, то мы обязательно выберем того, кто, в принципе, к этому не пригоден. С кем построить ничего не получится. Но нам нужно развернуть неразворачиваемую фигуру. Чтобы пережить то, что было не пережито. Да, но, к сожалению, мы опять будем попадать в эту детскую травматичную ситуацию, мы будем разбиваться об этом могущество и падать в эту вину. Потому что мы будем выбирать из этого избыточного мира нерешаемые, трудные задачи и сложных людей, которых лучше обойти. Как бы повторяя вот этот вот грустный сценарий. Где на меня возложено то, что практически никак невозможно мне провернуть. Но обращаясь к твоему первому примеру, уговорить папу не пить. Да, Вероника. И что самое грустное здесь, что когда эти люди встречаются с очередным таким поражением, они садятся и искренне думают, вот так всё плохо получилось, потому что я просто плохо постарался, я не выложился, я мог, вот как ты говоришь, там соломки подстелить, там что-то, значит, сверхусилия приложить, там постараться. И тогда бы, возможно, всё было бы иначе. То есть вот эта вот ловушка... Ко мне часто приходят люди, столкнувшиеся с утратой, которые застряли вот на этой стадии торга-сделки. И вот эта частица «бы», она, собственно, как вина склеивает их. Они сидят и говорят, вот если бы я её тогда не отпустила из ресторана, и она не села в автомобиль, она не попала бы в аварию, и сейчас была со мной. То есть вот оно, это всемогущество. У меня есть девочка, которая в начале терапии, рассказывая о своём отношении к изменам, а у неё там в анамнезе очень много травм про это, и несколько браков, она сказала так. Я вообще верю в то, что мужчина может не изменять, главное следить лучше за ним. Контроль. Буквально наш звукоператор смеётся, показывает класс, явно поддерживая, ну, то есть абсурдность сказанного. Словно я правда настолько силён и всемогущ, что я могу проконтролировать, что делает другой человек. Просто если я очень хорошо это буду делать. Да, постараюсь как следует. Да, как следует постараюсь, и тогда... Тогда всё, как говорится, будет как по маслу. И вот эта вот всё время надежда, вот эта вот частица «бы» она и держит. Но человек рано или поздно всё равно об это разбивается, попадает в вину, и во все последствия вот этого наказания, этой отработки, этой злости и плохости. Почему? Потому что могущество – это нарциссическое чувство. А нарциссизм нас всегда гонит туда, где мы не можем победить. Поэтому мы рано или поздно всё равно разобьёмся. Поэтому вот возвращаясь к твоим замечательным примерам, Вероник, хочется тогда как-то слушателям дать прикладные какие-то знания, что же вот с этим делать, если кому-то отзывается, то, о чём вот мы сегодня рассуждаем. И ну как-то первый и простой уже способ, он ясен, наверное, из нашего диалога, что нужно отказаться вот от этого могущества. То есть нужно понять, что у меня есть ограничения. У меня есть и возможности, но у меня есть и ограничения. И ограничения тоже, конечно. Возвращаясь к тому, про что я сказала чуть-чуть раньше, вот эта депрессивная стадия. Можно, кстати, поискать, не знаю, мне кажется, что это в общем доступе в интернете, как ребёнок переживает депрессивную стадию, когда он понимает, что я не могу. Я правда не могу это сделать, как бы я ни старался. Скандалит, плачет, негодует, проявляет агрессию, устает, отступает и даёт себе отдых. Засыпает или переключается на что-то другое. Это нормальная стадия депрессивная тогда, когда мы понимаем, что я правда не могу. Я, кстати, думаю, что мы сейчас описали такой механизм прекращения любовного треугольника в идеале с точки зрения третьего человека в паре. Мы обычно в этих треугольниках оказываемся тогда, когда мы обязаны встретиться со своим всемогуществом и понять, что папа выбрал маму, и меня он уже не выберет. Ну, имеется в виду, что мужчина уже выбрал свою жену, а ту девочку, как бы она не плакала и не страдала, и не соблазняла, он всё равно уже не выберет, потому что место занято. Да. И многие девушки, правда, встревают в такие отношения, оказываются в них из раза в раз много раз до тех пор, пока окажется достаточно сильный мужчина, который с любовью и благодарностью не объяснит ей, что мы можем веселиться и проводить время, и как-то что-то между нами может быть, «Ну, я тебя никогда не выберу, я уже выбрал». Да, да. И если в этот момент перегоревать поистине, по-настоящему… Да, переболеть. Переболеть, и не с тем, что я недостаточно красивое бельё покупала, или зачем же я ему там скандал закатила, или зачем же я ему там, я не знаю, что ещё там, да, по списку дополните на свой вкус. А просто я ввязалась в отношения, которые мне не по силам, не со мной что-то, не я что-то не так сделала, а это изначально было не… Нерешаемая задача. Нерешаемая задача. Да, абсолютно. Нерешаемая она. А большинство любовных треугольников нерешаемых. Бывают исключения, но там свои проблемы будут другие совсем. Да, но потом будет как раз отработка этой вины. Конечно, это очень там долгая тема, и несколько стратегий тоже будут реализовываться. И вот это горевание и встреча со своим не всемогуществом, оно и рождает личность. Абсолютно точно. И вот иногда прям можно себе говорить, вот очередной вызов идёт, очередная привлекательность начинает подниматься, что вот сложное задание, я пошёл, я, значит, сейчас на надрыве, на подвиге что-то совершу. Прям себе говорите. Я не Юра Гагарин. Я не могу регулировать солнце, погоду, есть вещи сильнее меня. Потому что вот этот вот внутренний девиз, если бы я это сделал по-другому, весь мир бы изменился. Вот это вот могущество, которое однозначно откинет вину, принесёт страдания, принесёт боль и кучу всего негативного. И вот, Вероник, мне очень понравился твой пример с треугольником, как вот этой истории могущества. И очень часто люди, которые приходят ко мне с этой дипальной проблемой, для них бывает сложно увидеть родителей как пару. То есть они себя объединяют. Или я папина дочка, или вот я с мамой, там, не знаю, против папы. То есть опять вот эти вот нездоровые диадные отношения, которые не дают сепарации случиться. И здесь важно понять, что родители – это мои творцы, это мои создатели, а я – их произведение искусства. И вот на этой ноте как-то двигаться в свою счастливую жизнь. Очень хорошо. Очень хорошая метафора. И так много сегодня прозвучало, что, мне кажется, правда, ценный разговор. Да. И ещё скажу один тоже момент по поводу регулировки вот этого могущества. Это чувство ответственности. Вот мы уже обсуждали, что человек, вылетающий во всемогущество, считает искренне, что он за всё и за всех отвечает. И потом очень часто в каком-то взаимодействии, если что-то идёт не так, то человек оказывается опять вот в этой плохости, облитый этой виной, и, ну, как бы говорит, вот опять там я не так постарался, не так сделал, я во всём виноват один. И вот здесь важно помнить, что если это взаимодействие, то там абсолютно точно были другие люди, там были другие участники. Даже если они где-то бочком там прошлись, они там были. А это означает, что ответственность делится поровну, пополам. И мы это всё делим. Да, мы делим могущество в этот момент, но мы делим и вину, которая, ну, как бы не будет омрачать вашу жизнь, а будет являться лишь регулятором вседозволенности, чтобы нам не превратиться в социопата, того, кто не испытывает этих чувств, ну и как-то гармонично жить в этом мире. Ох, это очень хорошо, и очень много здесь можно о чём думать и размышлять. Правда, я ещё так имела какое-то время размышлять о том, что вина социально одобряется. Мы иногда просим других людей, скажи, что ты виноват, и тогда всё будет лучше. И тогда вот мы помиримся, и тогда всё встанет на свои места. Ловушка ещё одна, потому что на самом деле тут можно очень легко сделать вывод такой слишком быстрый, наверное, о том, что если так человек меня просит взять вино, он хочет мной управлять. Так часто может быть, да, но всё же мне кажется, что ещё более часто такая просьба будет обусловлена тем, что человек сам этой стратегией живёт. И ему кажется, что реванш наступает только тогда, когда я согласен с наказанием. Ну да, то есть вот эта вот позиция вот этой жертвы, вот этой овцы, когда человек проигрывает вот эти абьюзивные отношения, потому что вина – это манипулятивное чувство, это, в общем-то, всегда так или иначе использование. Овца, которая виновата в том, что волк хочет есть. Радался, да. Спасибо большое за этот разговор, Ира, это очень было полезно, и у меня собственное размышление подняло. Спасибо тебе. Вероника, спасибо, да, и большая какая-то радость, что мы так вот собрались и ещё одну тему осветили. Спасибо. Спасибо. Спасибо.